Открытый турнир с дюшер номер 2 под дюдом и призы открытого вакцинированного общества Мозорский машиностроительный завод является традиционным, но впервые он прошел в физкультурно-оздоровительном центре Полесья-Арена. Здесь можно как турнир проводить на нескольких татами, так и болельщикам ездить разместиться, ну и конечно торжественная церемония открытия. Она просто заворожила всех присутствующих. Центр современного танца «Алексис» – воспитанница отделения акробатики, специализированная детская и юношеская школа Олимпийского резерва номер 2. Это были замечательные артистические номера, создававшие атмосферу настоящего спортивного праздника. Как и положено на церемонии открытия соревнований высокого ранга – приветственные слова. И особенно хочется отметить директора Мозорского машиностроительного завода Дмитрия Николаевича Гавриленко, который многое сделал лично для поднятия статуса турнира. Турнира развивающего, занимающего все более значимое место в жизни белорусского деду. Что до участников, то начнем с представителей Мозорской команды, сборной хозяев спортивной дружины с дюшер номер 2. Ну, я настраиваюсь, чтобы выиграть первое место. Я хожу на дедо, чтобы быть сильной, чтобы я все боялась. Я буду бороться 28 килограмм. Я очень хорошо тренировалась и выиграю первое место. Среди девочек в своей категории Злата заняла второе место, все же уступив в финале Валерии Винокуровой из Гомельского района. В этой же весовой категории до 28 килограммов третьей миссии заняла еще одна воспитанница с дюшер номер 2 Кира Бауэр, которая в борьбе с дюдо, как настоящая, пусть и юная леди, видит красоту. Мне нравится дюдо, потому что мне кажется, что этот вид спорта очень красивый. Что до представителей сильного пола, то они тоже были настроены, причем весьма решительно, и не только на победу в данном турнире, который проходил в просторнейшем для дюдо физкультурно-оздоровительном центре Полесь-Арена, но и на высочайшие, самые престижные спортивные высоты. У меня цель пока что выиграть республику, потом по возможности отобраться на чемпионат мира, ну а в дальнейшем на Олимпийские игры поехать. Мне очень нравится то, что у нас турнир проходит в таком большом зале, это очень радует, и в принципе у людей много зарегистрировалось. Дюдо, зародившееся в Японии, боевое искусство, целая философия, олимпийский, с 1964 года вид спорта имеет свои богатые традиции, и надо сказать, что важнейшая роль здесь принадлежит тренеру, спортивному учителю, который воспитывает ребят, настраивает их на честную, успешную борьбу. Тренер нас всегда настраивает только на первое место, я буду стараться победить. Мои сильные качества – это сила, скорость и техника. Как и Роман Черняк, Саша Гавриленко одержал победу в своей весовой категории. Хотя не так просто, как может показаться, было здесь завоевать медаль. Несколько сильных команд оспаривали награды, и среди них гомельская спортивная дружина, представляющая школу дзюдо Игоря Макарова. Тут рассчитываю выиграть, проявить себя, и это не первое мое соревнование, их было очень много. Моя спортивная мечта – я хочу стать олимпийским чемпионом по дзюдо. Естественно, не могли бы пройти мимо основателя, руководителя этой школы, единственного в истории белорусского дзюдо олимпийского чемпиона, легендарного спортсмена Игоря Викторовича Макарова. Вообще уровень – да, в этом зале первый раз. Я, честно говоря, сам в шоке. Я зашел, у взрослых таких турниров нет, но настолько все классно сделано. Насчет уровня участников, ребята, которые делают, они понижают немножко год. Сначала были чуть постарше, сейчас немножко помладше. Они не то, что один год ведут вперед, вперед, вперед. Приятна высокая оценка турнира со стороны прославленного чемпиона. Ну а споры по поводу возрастных категорий, они тоже традиционны для соревнований всех категорий и видов спорта. Кстати, школа дзюдо имени Игоря Макарова завоевала второе общекомандное место, опередив обладателей больших бронзовых медалей «Бобруйчан» и уступив только команде победительницы сборной с дюшер номер два Мозорского района, которую подготовили Дмитрий Александрович Качук, Алексей Михайлович Левковский, Сергей Александрович Филоменко и Александр Васильевич Гвоздь, кстати, главный судья этого замечательного турнира. Традиционный наш турнир на призы Мозорского машинного строительного завода. Приехали девять команд. Сетлогорск, Хойники, Речица, Гомельский район, школа дзюдо Игоря Макарова, ну и Мозорь. На этом турнире возросли категории 2009 год, 2010 год, мальчики, 2011-2012 год, мальчики и девочки 2010 год, 2011. Отметив других медалистов нашей команды с дюшер номер два, победителя Вадима Кашевича, обладателей серебряных наград Тимура Шуманского, Екатерину Липатникову и бронзовых призеров Александра Соловея и Никита Лукьянова скажем, что организаторами этого замечательного состязания были Мозорский машинно-строительный завод, который предоставил призы из дюшер номер два, физкультурно-оздоровительный центр Полесь-Арена и в целом отдел спорта и туризма Мозорского районного исполнительного комитета. Этот турнир, он стал уже традиционным в Мозоре, и с большим желанием к нам сюда приезжают команды из разных городов. Конечно, для детей то, что он проходит в этом замечательном зале, это праздник. Он сродни Олимпийским играм, наверное. Я думаю, что останутся не только победы или какие-то поражения, останутся прекрасные впечатления на целый год. И я думаю, что в следующем году, благодаря поддержке нашего завода машиностроительного, мы еще раз соберемся в этом зале. То, что это турнир – важное событие для всего Мозорского района, подчеркивало присутствие высоких гостей. Открытый турнир по дзюдо стал уже доброй традицией. И это уже третий турнир по счету, но очень здорово. И мне очень приятно, что сегодня турнир проходит в нашем шикарном государственном учреждении в скультурно-оздоровительном центре Полесье-Арена. Это не секрет, что спорт – это не только здоровье. Это дисциплина, это сила, это красота. Это то, что человек чувствует в себе волю. И очень здорово, что я и сегодня смотрю, во-первых, добавляется команд, появляются новые дети. Даже наша Мозорская команда, она гораздо в этот раз по численности больше, чем в предыдущие годы. И благодарна родителям, что родители тоже оказывают детям внимание, понимают значимость спорта. Потому что спорт – это неотъемлемая часть развития нашего региона, области, нашей республики, нашей независимости, нашей просветающей Беларуси. Практически целый день 31 октября физкультурно-оздоровительном центре Полесье-Арена Царила Дзидо. Еще раз выразив благодарность организаторам, предположим, что не все мальчишки и девчонки станут знаменитыми чемпионами, но нет сомнений, что на всю жизнь у ребят останется добрая память об этом чудесном осеннем дне, которое они провели на татаме в рамках третьего традиционного открытого турнира с дюшер номер два подзидона призы Открытого акционерного общества «Мозорский машиностроительный завод».